ВЫДОХНУЛ ВЫДОХНУЛ И НАЧЕ Любовь терпелива, любовь добра. Она не ревнива, она не раздувается от гордости, она не ведет себя неподобающе, она не соболезет себя в любви, она не раздражительна, она не считает свои обиды, она не раздувается, не радуется недоброму, а радуется вместе с другими правдами. Она всегда защищает, она всегда верит, она всегда надеется, ибо она всегда терпит. Благаю весь. Откуда? Откуда же взялся этот мальчик? Зачем он пришел? Почему именно он потряс наше воображение? Как он смог? Как он смог помочь нам? Но кто помогал ему? Неужели вот этот мальчик дал нам мечту? Неужели вот этот мальчик вывел нас на новое плата реальности? И сделал это одновременно с любовью? Три слова доминируют в его песне. Небо Джона Леннона. Облако номер 9. Около одиннадцати вечера Джон стоял у окна и наблюдал за огнями в центральном парке. Он опустил взор, когда услышал шумы внизу. Как будто закрылись ворота. Потом раздался гортанный крик птицы. Кто-то хлопнул в ладоши. Еще хлопки. Как хорошо слышно! Подумал Джон и усмехнулся. Дураки будут радоваться. Он развернулся и пошел к двери. Одел плащ. Ты абсолютно свободен! Раздался чей-то голос. Джон пивнул и двинулся к черному дыханию. Уже через час огромный, немного освещенный корабль вышел в ночь и начал набирать скорость. Джон сидел в каюте и слушал далекие звуки. Какой-то голос повторял одну и ту же фразу. Цифра. Одна и та же цифра. Все пересекалось сегодня. Там, далеко внутри. Кто-то прошел мимо. Щелкнул замок. Здесь, совсем рядом. Джон посмотрел на черный круг иллюминатора и увидел загоревшуюся, как зрачок, звезду. Какой-то голос повторял и повторял одну и ту же фразу. Хорошие барабаны, тихо сказал Джон и почувствовал, что завтра уже наступило. Моторы загудели громче. Овации. Утро. Джон думал и слушал. Кто-то звал его. Вроде начинался дождь. Два духа танцевали так странно и так близко. Я забыл зонтик, сказал он. Слух. Ворох газет на столе. Это дубль. Зачем ты так подумал? Ведь это совсем близко от тебя. Слишком. Джон не закрывал глаза. Экран не газ и до горизонта был пуст. Одно слово брызгами букв мелькнуло в пространстве и погасло черной искрой в глубине. Одно слово доминирует в его песне. Мальчик стоял около дома номер 251. Одной рукой он ощупывал пространство перед собой, а второй держался за очки. Время от времени он подходил ближе и что-то рассматривал на доме. Ворота были закрыты. Потом в доме раздался звонок в дверь. Хозяин вышел, но никого не увидел. В саду тоже было пусто. Тогда хозяин вышел на улицу. Напротив стояла легковая машина с итальянским номером. В ней никого не было. Хозяин обернулся и увидел свет на втором этаже в мансарде. Это его удивило. Он поднялся наверх, чтобы выключить свет, но все исчезло. Комната была пуста. «Итс эмпти», задучиво сказал он. Машина исчезла. Это был второй стоп тайм. В конце восемь девятого года что-то особенно забеспокоило Джона. Он не мог забыть эти хловки и неприятные вспышки. Нет, Италия ему нравилась. Горы в одном окне и долины в другом. И гортанный крик птицы снова и снова. Джон уверенно, но медленно нажимал клавиши рояля. Он искал эрогенные зоны. Сигналы томя проходили сквозь его душу. И взгляд застывал на кромке гор. Нет, 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 нет мира всего. Да, 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 now, absolutely free. на моем экране я чист до горизонта. Но вдруг мне стало тревожно. Я стал думать о них. Им чего-то не хватает. Я послал им это, и они поняли, потому что мне стало легче. Мы снова пережили это вместе. Часть моей тревоги была уловлена на севере России. У них есть для этого ключ. И раму. Когда они улыбаются в окне и показывают новый язык. Открыто настиж. А. Оказывается, Земля была сотворена под музыку Биттлс. Отличная идея. Great Journey Ace. Первое шоу на Земле. Что? Сотворение мира. Автор Господь Бог. Исполнитель Джон Леннон. Произведение All You Need Is Love. Время 4 минуты 50 секунд. Поздравляем! Love and Peace Brothers! Bless you, где бы ты ни был. Бей колокол, бей. Это было точка. Много лет назад точка. Может быть, даже и до того. Но это было. Господь Бог всемогущий сидел в своем шикарном кресле и думал. Какая-то фраза вертелась у него в голове. а не сотворит ли что-нибудь этакого? Он взял в руки кусок глины и начал неспеша, но уверенно работать. Прочертил пальцами русло рев, налепил горы, кучи в долинах, выдохнул, поплыли облачка и радуга до самого начала закруглила края. Господь рядом с гитарой на животе. Он настраивался. Что это? Громко, по-хозяйски спросил Господь. На самом деле все знает и ожидая этого. All you need is love! С волнением запел и заиграл очкарик. Высочайшие брови опустились и глаза улыбнулись. Радуга загорелась. А палец погрозил. Все ожило. Земля. Стало ясно. Солнце. God bless you, Johnny! I know! I know! It's easy! I'm just a jealous guy. Я хочу, чтобы меня любили. Love is needing to be loved. Because ты и твой блюз явился как NLO пришелец. Ты пел из ниоткуда сотнями голосов. Ты явился святым духом прямо в самую душу и узрел то, чего нет на самом деле. Иногда охватывает страх для тебя нет запретов. Тогда я ставлю твою пластинку и страх проходит. Фокус. I've got a feeling приход наитие предчувствие истины. Ты I found out really. Ты придумала это. Освобождение желанное для души сумасшествия. Ты понял, что рай не наступает от того, что они не умеют петь. Понял, что мир существует и иногда побеждает дьявольская сила. Она рядом. Избавиться от нее невозможно. Нет смысла прятаться, если бы не было тебя. Ты рисковал и победил. Потому что это правда. Все, что ты сделал и спел, это настоящая правда. Ибо из любви лад. А они думали, что заработали на тебе, что ты долго не протянешь. А ты изменил мир. Малая планета 41-47 60 на 40 сантиметров гипс Степан Макраусов Санкт-Петербург Стена офиса храма Джона Лианна 2005 год